Приветствую вас. Вопрос у автора вопроса по поводу двух мужчин. Один мужчина дает автору вопроса одно, другой мужчина дает автору вопроса другое. Первый мужчина у автора вопроса есть чувство долга и чувство вины. Судя по тому, что она говорит, а перед другим мужчиной у автора вопроса есть ощущение любовь, но сомнения в том, что он будет любить ее всю жизнь. Это второй мужчина. Первый мужчина, по ощущениям автора, ее любит горячо и, скорее всего, будет с ней всю жизнь. Но у нее ощущение, что первым мужчином она тянет за собой. У нее ощущение, что она его тащит. Вот. Потому что он недостаточно обеспечен, потому что он довольно мало обеспечен и потому что он, в общем-то, в сравнении со вторым мужчиной, он достаточно менее надежен и менее серьезен, а также более молод. Хотя автор вопроса моложе обоих мужчин. Была измена со стороны автора вопроса первому мужчине со вторым, когда первый был в армии. Вот. И автор вопроса спрашивает, что делать ему со своими чувствами, почему у нее чувства к обоим мужчинам. И здесь у меня в какой-то степени такой вопрос к вам будет. А именно, а именно, а именно. Вот. То, что вы описываете, я бы сказал, очень похоже на то, что вы не определились со своими ценностями. Это первое, что вы не определились со своими ценностями. А второе, это то, что вы как будто бы хотите, чтобы вас любили всю жизнь. То есть, как будто бы вы сомневаетесь в том, что вас будут любить всю жизнь и вам постоянно нужны доказательства того, что вас будут всю жизнь любить. И вот это вот внимание, которое вы... Которого вы хотите столь отчаянно. Подарки, рестораны и прочее. Такое ощущение, что вам это все должно показать и продемонстрировать то, что вас будут любить всю жизнь. То есть, почему-то вы боитесь, что любить вас всю жизнь не будут и вот какие-то у вас здесь есть страхи. Вот. Первое, над чем бы я поработал бы, это, пожалуй, над вашими страхами того, что вас перестанут любить. Вот. Потому что здесь вас, не знаю, замечаете вы или нет, но здесь у вас очень есть условное принятие себя. Да? Да? Вот. И, соответственно, нуждаемость в подарках, естественно, тоже проистекает в какой-то степени от этого в данном случае. Вот. Поэтому, это первый момент. А второй момент касается, собственно, ценностей. То есть, действительно, это люди разных ценностей, что первый мужчина, да, что второй мужчина, это люди разных направленностей. Вот. Ну, одного. Одна направленность другого, другая направленность как бы тут, это, ну, абсолютно нормально. Вот. Абсолютно нормально. То, что, ну, мужчины разные, да, и люди, в принципе, разные. Мне кажется, что дело здесь, знаете, заключается в вашей, как бы это сказать, неопределенности. То есть, как будто бы вам очень сложно определиться с тем, на какую или на какие ценности могли бы опереться вы. Что выбрать? Совместный путь или такие вот отношения, где вы, ну, в большей степени ведомы, да, вот, ничего плохого в этом нет. Может быть разрешить себе не делать чего-то для молодого человека первого, с которым вы в отношениях сейчас, да, которого вы из армии ждали, может разрешить себе меньше делать для него. Потому что есть ощущение, что вы стали для него своего рода мамочкой. И, естественно, вам хочется почувствоваться для женщины. Для этого нужно опереться, ну, для этого нужно довериться, да, другому человеку. А довериться вы можете только тому, кто может вас обеспечить. А довериться вы можете только тому, кто может дать вам подарки. И вот получается, что таким образом внутри себя что-то вы достаточно сильно обесцениваете в себе. Вот, и довериться можете только условно и мамочкой, а вы установите, чтобы все контролировать, чтобы мужчина зависел от вас. С одной стороны, а с другой стороны, вам это не нравится. С другим же мужчиной вроде бы вам не нравится и все, но вы боитесь, что он вас ответит, вы боитесь, что он перестанет вас любить. Здесь, мне кажется, история больше про то, что вам кажется, что если вы будете настоящие, если вы будете собой, да, то вот это вот как-то вот не достоин. Да, как-то вот не достоин. Вообще, влюбчивость и чувственность, это скорее про то, что вы влюбляете с ним человека. То есть вы любите не человека, а любите свое состояние с ним и, соответственно, образ, образ мужчины. И по этой причине, по этой причине, именно по этой причине, вы имеете чувство к нескольким. Я сомневаюсь, что вы любите кого-то из них, хотя такое вполне может быть, но я сомневаюсь. Как правило, в таких ситуациях, как правило, при таких ситуациях, все-таки человек решает какие-то свои проблемы. Вот, и в данном случае, судя по описанию, вы пытаетесь решать именно свои какие-то проблемы в отношениях с данным, так скажем, данными товарищами в данном тандеме. Естественно, я бы рекомендовал вам изучить треугольник карбона. Мне кажется, что это довольно-таки подходящая для вас история, потому что, по сути, вы оказались в этом треугольнике. И мне также кажется, что это имело бы большое значение, если бы вы брали, учили бы, точнее, брать на себя ответственность за свои действия. Вот. За свои желания поступки. Вот. То есть, ну, например, да, например, вот вы, там, допустим, да, вот вы пишите, что, там, а вдруг он меня не будет любить, к примеру, говорите вы. Вот. Вот. Задайте себе вопрос. Задайте себе вопрос. А, с чего бы, почему это меня волнует? Вот. Вы просто, вот, задайте себе такие интересные. А, также задайте себе вопрос. Вот мое отношение к подаркам и мое отношение к тому, что я, там, допустим, тяну человека, человека за собой. Какое оно? Какая я с ним? Хочу ли я быть такой? Дальше. Ваши числа вины перед ним. Что это? Вот. Это же ощущение, это по большому счету какое? Это ощущение, что вы выше, что вы больше. А это про, это про контроль. Потому что не позволение в данном случае другому человеку самостоятельно принимать решение. Не позволение в данном случае другому человеку выбирать, а это то, чего, к сожалению, вы лишаете его. Это про вашу попытку защиты. Это про вашу попытку защиты. К сожалению, к моему большому. Вот. И, собственно, с этим, а именно с личными границами в данном случае здесь я ответственен, что нужно работать. Ну и, безусловно, у вас, повторюсь, есть, да, конечно же, страх. У вас страхи есть и их, ну, я не буду говорить, что их много, да, вот. Но, на мой взгляд, их в общем и целом достаточно, их хватает. Вот. Соответственно, как бы вот в этом, в этих, точнее, в этих направлениях, я думаю, вам имеет смысл работать в этих направлениях, вам имеет смысл двигаться. Вот. И когда вы ее разберетесь в себе, а когда вы увидите, чего вы хотите, станете более уверены, вот, вы сможете продвигать такую линию поведения, которая нужна только вам. И для этого совсем не обязательно надо расставаться с вашим, вот, молодым человеком, с которым вы ввели изначально, если у вас к нему чувства. Вот. А может быть вы не хотите быть со вторым мужчиной, в этом тоже ничего плохого нет. Но пока что, есть ощущение, что и первый мужчина, и второй мужчина, это для вас кастели. С первым мужчиной, вы пытались обрести уверенность в себе, вот, ну, то есть, как бы вот. А во втором случае, вы как будто бы пытаетесь, наоборот, заслабить в данном случае, ну, вот, во втором случае. Вот, такой ответ. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.